Озвучено студией Палеонтез специально для типичного программиста. В прошлом году я рассказывал вам о проекте Orion, который был той невероятной технологией, которая, с точки зрения техники, могла работать. Но политическое окно, когда все могло получиться, длилось всего год, поэтому ничего не вышло. Это была мечта, которая не осуществилась. А в этом году я расскажу вам историю о рождении цифровых вычислений. Это было отличное вступление, и это история, которая случилась. Все осуществилось, и машины окружают нас. И это была технология, которая была неизбежной. Если бы люди, о которых я собираюсь рассказать, не создали ее, то на их месте обязательно были бы другие. Итак, это была хорошая идея, которая пришла в хорошее время. Это вселенная Бричелли. Это вселенная, где мы сейчас живем. Это вселенная, в которой машины делают все, включая биологические изменения. Я начинаю нашу историю с атомной бомбы в Тринити, что иначе называется проектом Манхэттен. Он был в чем-то похож на Тед. Огромное количество умных людей, собранных вместе. И трое умнейших были Стэн Улэм, Ричард Файнман и Джон Фон Нейман. И именно Фон Нейман после бомбы сказал, что он думает над чем-то куда более важным, чем бомбы, что он думает о компьютерах. Но он не только думал о них, он сделал один. Вот машина, которую он построил. Он создал эту машину и показал нам, как эта штука на самом деле работает со всеми этими маленькими битами. Но эта идея появилась довольно давно. Первым человеком, который описал это, был Томас Хоббс, который в 1651 году объяснил, что арифметика и логика — это одно и то же, и что для создания искусственного мышления и искусственной логики достаточно арифметики. Он говорил, что нужны совложения и вычитания. Но Лейбниц, пришедший чуть позже, это документ 1679 года, доказал, что вычитание не нужно, что все можно сделать лишь с вложением. Вот вам вся бинарная арифметика и логика, произведшая компьютерную революцию, и Лейбниц был первым, кто заговорил о создании такой машины. Единицы и нули в его воображаемой машине были представлены соответственно открытыми или закрытыми отверстиями в перемещающейся банке, через которую предполагалось пропускать шарики, падающие в жалоба под ней. Сам принцип остался тем же и в наши дни, только вместо шариков мы используем электроны. И затем мы перескакиваем к фон Нейману в 1945 год, когда он как бы заново изобретает все то же самое. А в этом году после войны уже существовала электроника, необходимая, чтобы построить такую машину. И так июнь 1945, собственно, бомба еще не сброшена, а фон Нейман собирает всю теорию, необходимую для постройки этой штуки, что возвращает нас к Тьюрингу, еще раньше подавшему идею, что все то же можно сделать с помощью совершенно безмозглого, маленького конечного автоматика, просто читающего ленту тут-да-сюда. Еще одна идея, поданная фон Нейманом, по поводу трудностей прогнозирования погоды. Льюис Тичерсон понял, как это можно делать с помощью людской клеточной структуры, давая каждому по кусочку и сводя воедино. А вот электрическая модель, иллюстрирующая разум, обладающий волей, но способный только на две идеи. И это и правда простейший компьютер. Вот, собственно, зачем и нужен кубит, потому что у него есть только две идеи. И если большое количество их собрать вместе, то получится основа современного компьютера, арифметическое устройство, центральное управление, память, устройство записи, ввод и вывод. Но есть одна загвоздка. Неисправимая ошибка. Мы видели ее при запуске этих программ. Команды, управляющие этим процессом, должны быть абсолютно исчерпывающе точными. Так что программирование должно было быть совершенным или ничего бы не заработало. И если посмотреть на истоки этого, классическая история возводит все коньяку. Но на самом деле, внизу должна быть машина, о которой я вам расскажу. Машина Института Передовых Исследований, которая вон там наверху. Так что я пытаюсь пересмотреть историю и воздать должное тем, кто этого заслужил. Такой компьютер открыл бы вселенной, находящийся сейчас в недосягаемости для любых приборов. Он открывает совершенно новый мир. И эти люди понимали это. Тот, кому надлежало построить эту машину, мужчина в сент в середине, Владимир Зворыкин из RCA. RCA, приняв, наверное, самое прошивое бизнес-решение всех времен, решила не заниматься компьютерами. Но первые собрания, в ноябре 45-го, проводились в офисах RCA. RCA заварила эту кашу, а потом заявила, мол, будущее за телевидением, а не за компьютерами. Но все, что было нужно для работы этих машин, было здесь. Фон Нейман, а также логик и армейский математик, свели все воедино. Затем им понадобилось место для сборки. Когда RCA отказала, тогда они решили собрать его в Принстоне, где Фриман работал в институте. Там, где я провел свое детство. Это я и моя сестра Эстер, которая выступала перед вами ранее. Так что мы оба уходим корнями к рождению этой штуки. Это Фриман много лет назад, а это был я. Это фон Нейман и Моргенштерн, написавшие теорию игр. Все эти силы сошлись вместе там, в Принстоне. Оппенгеймер, построивший бомбу. На самом деле, машина использовалась в основном для расчетов для бомбы. И Джулиан Биггелоу, который занял вместо Зворыкина место инженера, чтобы понять, как с помощью электроники построить эту штуку. Вся команда людей, которым случилось работать над этим, и женщины на переднем плане, писавшие большинство кода, были первыми программистами. Вот это прообраз ботанов-компьютерщиков. Они были не на своем месте в институте. Это письмо директора, озабоченного особенно несправедливостью в вопросе о сахаре. Вы можете сами прочитать текст. Это... Это хакеры, впервые заработавшие себе проблемы. Это были не физики-теоретики, это были просто ребята с паяльником, и они все-таки собрали эту штуку. И сейчас... Мы принимаем как должное то, что каждая из этих машин содержит миллиарды транзисторов, делающих миллиарды операций в секунду безошибочно. Они использовали электронные лампы и очень нестабильные методы, чтобы добиться бинарного поведения от этих ламп. На самом деле, они использовали 6J6, распространенную радиолампу, поскольку оказалось, что они надежнее, чем более дорогие лампы. И что еще они делали в институте, так это публиковали каждый шаг. Выходили отчеты, так что эта машина была клонирована еще в 15 местах по всему миру. Так, собственно, и произошло. Это был первый микропроцессор. Все нынешние компьютеры — копии этой машины. Память была в электронно-лучевых трубках, целая куча точек на лицевой стороне трубки, крайне чувствительных к электромагнитным возмущениям. И вот 40 этих трубок, как 40-цилиндровый двигатель, приводящий в движение память. Сначала ввод и вывод производился с помощью телетайпной ленты. Это проволочный накопитель с велосипедными колесами. Это прообраз теперешнего жесткого диска в вашем компьютере. Позже они перешли на магнитный барабан. А вот модификация оборудования IBM, которая была у истоков всей индустрии обработки данных, позже начатая в IBM. А это начало компьютерной графики. Называлось Graph Beam Turn-On. На следующем слайде, и, насколько я знаю, первый цифровой растровый дисплей. 1954 год. Итак, фон Нейман уже витал в облаках теории, проводя абстрактные исследования о том, как можно построить надежные машины из ненадежных компонентов. А те ребята, которые выпили весь чай с сахаром, строчили в своих журналах, пытаясь заставить работать эту штуку из 2600 ламп, которые сами наполовину не работали. И последние полгода я как раз читал эти журналы исследований. Время прогона — две минуты. Ввод, вывод — 90 минут. Плюс большое количество человеческих ошибок. Они постоянно пытались понять, где ошибся человек, а где машина, где проблема в коде, а где в оборудовании. Вот инженер взирает на лампу номер 36, пытаясь понять, почему память не в фокусе. Нужно было настроить память. Кажется, все в порядке. Ему приходилось настраивать каждую лампу, чтобы память нормально работала, не говоря уже о программных проблемах. Бесполезно. Ушел домой. Невозможно ничего найти в этой чертовщине. Где оглавление? Они уже тогда жаловались насчет инструкции, подводя итоги с чувством отвращения. Общая арифметика. Рабочие журналы. Писали они-то долгими зимними вечерами. Сокращение «маньяк» стало акронимом машины, математический и цифровой интегратор и калькулятор. Потерял память. Маньяк снова обрел память, когда выключили питание. Машина или человек? Ага. Они нашли, что это проблема в коде. Нашел проблему в коде. Кажется, ошибка в коде. Машина не виновата. Черт возьми, я могу быть таким же упрямым, как эта штука. А вот и рассвет. То есть они работали всю ночь. Эта штука работала 24 часа в сутки, в основном расчеты для бомбы. Все, что было до сих пор, потерянное время. Да зачем? Спокойной ночи. Организующая программа не работает. Гори она в аду. Конкретно не работает. Что-то случилось с кондиционером. Чувствуется запах приводных ремней. Замыкание, машину не включать. Машина IBM мажет карточки смолистым веществом. Смола с крыши. Им действительно приходилось работать в сложных условиях. Вот. Мышь забралась в вентилятор обдува стойки стабилизатора, возникла вибрация. Результат? Мыши больше нет. Здесь похоронена мышь. Родилась? Неизвестно. Умерла. 4.50 утра, 53-й год. А вот внутренний прикол, который кто-то записал. Здесь похоронена мышь Марстон. Математики сразу поймут шутку, потому что Марстон был математиком, который возражал против компьютеров. Убрал с барабана светличка. Работает на 2-х килоциклах, то есть 2000 операций в секунду. Да, я скобак, потому что 2-х килоцикла это медленная скорость. Быстрой скоростью, когда считалось 16 килоциклов. Не знаю, помните ли вы мак с тактовой частотой 16 МГц? Очень медленный. И я воспроизвел оба результата. Откуда мне знать, который правильный, предполагая, что один из них все-таки правильный. А это уже третий результат. Я знаю, мне крышка. Мы воспроизводили ошибки раньше. Машина работает, а код нет. Только тогда, когда машина работает. Но иногда все в порядке. Машина просто прелесть счастья навсегда. Отличный прогон. Мысль перед уходом. Когда появятся ошибки побольше и получше, они наши. Никто не должен был знать, что они разрабатывают бомбу. Они разрабатывали водородную бомбу. Но кто-то поздно ночью нарисовал в журнале бомбу. Такое настало. Это был Майк, первая термоядерная бомба, 52-й год. Она была разработана на этой машине в лесу за зданием института. Так, фон Нейман пригласил кучу странных типов со всего мира работать над этими проблемами. Барричелли занимался тем, что мы сейчас называем искусственной жизнью, пытаясь понять, возможно ли это в искусственной вселенной. Он был вирусным генетиком, далеко опережая свое время. Он до сих пор впереди некоторых современных исследований. Пытался запустить искусственную генетическую систему на компьютере. Начал, и его вселенная стартовала 3 марта 1953 года. Это было почти точно 50 лет назад. Кажется, будет в следующий вторник. И он видел все в терминах. Он мог читать двоичный код прямо с машины. У них было отличное взаимопонимание. Другие люди не могли запустить машину, а у него она всегда работала. Даже ошибки воспроизводились. Доктор Барричелли заявляет, что машина ошибается, а код правильный. Итак, он разработал вселенную и запустил ее. Когда разработчики помбы уходили домой, ему разрешали оставаться. Он часто работал с машиной всю ночь, запуская эти вещи. Если кто помнит, Стивен Вульфером изобрел это заново и опубликовал. Работа не льгла, под сукно и не исчезла. Ее напечатали в изданиях. Если так легко создать живые организмы, почему не попробовать самому? И он решил попробовать запустить искусственную биологию в машине. И он обнаружил все это, как будто как натуралист, который пришел посмотреть на крошечную вселенную на 5000 байт и увидел все то, что происходит в настоящем мире в биологии. Вот одно из поколений этой вселенной. Но они просто останутся цифрами. Они не станут организмами. Им чего-то не хватает. Если есть генотип, нужен и фенотип. Нужно, чтобы они вышли и что-то сделали. И он начал давать маленьким цифровым организмам игрушки, чтобы они играли. Например, в шахматы с другими машинами и так далее. И они начали развиваться. И после этого он поехал по стране. Когда он находил более новую и быструю машину, он использовал ее. И видел в точности то, что происходит сейчас. Программы, которые не завершаются, когда ты выходишь из нее, а продолжают работать. Собственно, как это сейчас происходит в Windows. Запуская их как многоклеточный организм на многих машинах, он представлял, как это происходит. И он понял, что сама эволюция процесс интеллектуальный. Это не был какой-то божественный интеллект. Эта штука была таким гигантским параллельным расчетом, что могла быть разумной. И он старался изо всех сил, чтобы показать, что он не говорит, что это похоже на жизнь или новый вид жизни, а просто другая версия того, что уже происходит. И действительно, не было разницы между тем, что он делал в компьютере и тем, что природа сделала миллиарды лет назад. Вы смогли бы повторить это сейчас? Так что, когда я углубился в эти архивы, сейчас внимание, однажды пришел архивариус и сказал, кажется, мы нашли еще коробку, которую выбросили. Это была та вселенная на перфокартах. И вот она перед нами, через 50 лет, как застывшая анимация. Это команды для запуска. Фактически, это исходный код для одной из тех вселенных с примечаниями инженеров о том, какие возникали проблемы. В этом коде должно быть что-то, чего вы еще не объяснили. И думаю, так оно и есть. Мы до сих пор не понимаем, как эти простейшие команды могут привести к росту сложности. Где черта между тем, что похоже на жизнь и самой жизнью? Эти перфокарты, слава богу, они попались мне, теперь спасены. И вот вопрос, стоит ли нам запустить их или нет? Знаете, можем ли мы запустить их? Или, может быть, выложить их в интернет? Эти машины будут думать, что они, эти организмы, если они вернутся к жизни сейчас или что они умерли и попали на рай, есть вселенная. Мой лэптоп в 10 тысяч миллионов раз больше вселенной, где они жили, когда Боричелли ушел из проекта. Он думал о будущем, о том, как это может прирасти действительно в новый вид жизни. Это и происходит. Когда Хуан Энрикес рассказал нам об этих 12 триллионах бит, передаваемых туда-сюда, А вся эта информация геномов в протеомической лаборатории, это было как раз то, что представлял Боричелли. Цифровой код в этих машинах фактически начинает кодировать. Он уже кодирует из нуклеиновых кислот. Мы делаем это с тех пор, как запустили полимеразную цепную реакцию и синтезируем небольшие цепочки ДНК. И довольно скоро мы будем синтезировать белки. И как Стивен показал нам, это открывает нам новый мир. Тот мир, который представлял сам Фон Нейман. Это было опубликовано после его смерти. Как бы не оконченные заметки о самовоспроизводящихся машинах. О том, как можно дать машинам этот теталчок, чтобы они начали воспроизводство. Вообще, понадобилось трое людей. Барричелли придумал концепцию живого кода. Фон Нейман нашел, как можно построить машины. Так что, по последним подсчетам, 4 миллиона неймановских машин производится в сутки. И Джулиан Бигеллоу, умерший 10 дней назад. Это некролог Джона Маркова о нем. Он был важным недостающим звеном, инженером, который пришел в проект, зная, как собрать все эти лампы и заставить их работать. Внутри всех компьютеров копии архитектуры, которую он разработал однажды просто при помощи карандаша и бумаги. И мы жутко обязаны ему за это. Он очень подробно описал тот дух, который собрал вместе этих людей в Институте перспективных исследований в 40-х годах на этом проекте и оставил проект в свободном доступе для всего мира, без патентов и ограничений, без споров об интеллектуальной собственности. Вот последняя запись в журнале исследований, когда машина была отключена в июле 58-го года. И как раз Джулиан Бигеллоу работал на ней до полуночи, когда машину официально отключили. Вот и конец истории. Большое вам спасибо. 10 рублей. Эта сумма доступна любому. И это очень маленькая сумма, потому что даже проезд в автобусе стоит 18 рублей. 10 рублей не ударят по твоему бюджету, но 10 рублей от каждого человека, посмотревшего видео, это сумма, которая поможет мне разобраться с платежами и которая позволит мне делать больше переводов и проектов, потому что освободит меня от дополнительной работы. 41 00 11 24 68 52 61 2 Это номер моего счета в системе Яндекс.Деньги. Положить туда деньги можно с любого Киви-терминала или через интернет. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok